Семинар, организованный для руководителей предприятий нефтегазовой отрасли, объектов гражданского строительства, энергетики, транспорта, в общем, тех, что подлежат особому контролю со стороны Ростехнадзора, поставил перед собой множество задач. Первая из них – разъяснить, какие же нововведения появились в 116-м федеральном законе и других законодательных актах. 22-й федеральный закон о внесении изменений в закон о промышленной безопасности, собственно говоря, пересмарктивает вопросы идентификации опасных производствовых объектов. И если разъяснить такого деления не было, то сейчас они делятся на 4 класса опасности. И в зависимости от класса опасности изменяется, скажем так, и надзорная деятельность за этими предприятиями, ну и в будущем законодательстве будут изменяться страховые отношения. Учебно-тренинговый центр «Верифиз» и МИГ-экспертиза, созданные на базе межрегиональной инжиниринговой компании, готовы помочь предприятиям справиться с главным требованием закона – осуществить перерегистрацию своих опасных производственных объектов до 1 января 2014 года. В том, что с этой задачей МИГ-инжиниринг справится, организаторы семинара не сомневаются, ведь в группе компаний МИГ работают лучшие специалисты области в таком узком виде деятельности, как промышленная безопасность. С грамотным заказчиком работать намного легче, намного проще, намного меньше проблем, намного больше взаимопонимания, намного легче и эффективнее работать. Бизнес сегодня просит – дайте больше полномочий, возьмите, говорит государство, но тогда и ответственность тоже берите на себя. Теперь в законе прописано, что именно руководители предприятий отвечают за безопасную эксплуатацию опасных объектов. Предусматривает закон и ответственность экспертов. Теперь они к своим заключениям будут относиться совсем по-другому, так как к законодательствам установлена персональная ответственность экспертов вплоть до уголовной. Теперь эксперты несут полную ответственность вплоть до уголовной, до 7 лет лишения свободы. Если будут, значит, смертельные случаи, там двух и более человек, то нужно будет более ответственно относиться к выданным своим заключениям. Светлана Кабанова, Игорь Бероев, Новости дня.